В уходящем году были совершены прорывы в области компьютерного оборудования и программного обеспечения, использования сенсорных датчиков и развития искусственного интеллекта. И всё это – ещё один шаг человечества к роботизированному будущему. В центре внимания в этом году были электрические автомобили. Большинство крупнейших автопроизводителей представили свои модели экологичных машин. «Мы хотим, чтобы наше общество больше производило и использовало водородную энергию». Потребители также смогли ближе познакомиться с автомобилями без водителей. Даже самые большие модели, такие как «мерседесовский грузовик», получили функцию самоуправления. «Можно отпустить руль и увидеть, как он сам поворачивается. Автомобиль продолжает ехать по нужной траектории». Ещё один тренд – внедрение технологии 3D-печати, которая отражается на стоимости производства – от выпечки до автомобилей. «Напечатанное в 3D шасси весит всего 46 килограмм, но обладает той же прочностью, что и сделанной из стали». Эксперты утверждают, что дома, построенные из напечатанных в 3D материалов, могут в будущем решить проблему нехватки жилья. «Мы утилизируем строительный мусор и другие отходы, сортируем их и перерабатываем специальные чернила для печати». Роботы уже вошли в нашу жизнь. Роботы встречают вас в отеле и обслуживают застойкой бара. А роботизированные конструкции помогают парализованным людям вновь начать двигаться. «Мы обнаружили, что такие конструкции особенно помогают людям с травмами нижнего отдела позвоночника». Протезы, которыми можно управлять мыслями, окажут большую помощь людям с ампунтированными конечностями. «Мы устанавливаем на мышцы сенсорные датчики, которые могут получать от мозга сигнал. Сигнал передаётся протезу, и он, в свою очередь, реагирует на посыл». 2015 год можно смело назвать «годом дронов». Беспилотные летательные аппараты используются в океанологии, борются с браконьерами в Африке и помогают фермерам наблюдать и анализировать посевы. Тем временем разработчики программного обеспечения находят всё больше применений для смартфонов. «Вместо того, чтобы сдавать кровь и отсылать её в лабораторию, можно просто уколоть палец и получить результат через 15 минут». Виртуальная реальность продолжает активно внедряться в мир реальной, особенно любителей компьютерных игр. «Виртуальная реальность, безусловно, очень интересна. Мне кажется, мы ещё не раз о ней услышим хотя бы потому, что в её разработке задействовано сразу несколько технологий». Стоит также упомянуть, что в 2015 году компания Microsoft впервые бесплатно представила новую версию своей популярной операционной системы в Windows 10. Станет ли это трендом, покажет время.